Как полюбить обижающих тебя? Как бы он к нам не относился? К сыну, к матери, к мужу, к врагам, к начальству, к кому угодно. Но так не бывает. Мы даже святых не любим одинаково. Мы святого Николая любим крепко и сильно, своего небесного покровителя тоже уважаем. Допустим, святого Варахисия никто знать не знает и никаких чувств к нему не испытывает. Соответственно, так и с людьми. Что такое любовь? Любовь евангельская, не чувство, это дело, любовь деятельная. То есть, когда ты к обижающим тебя относишься, ну, мягко говоря, недружелюбно, но при этом всё равно помогаешь им тогда, когда они попадают в беду или просят у тебя помощи, или самое главное, не топишь их, когда появляется такая возможность, не мстишь. Вот это и есть деятельная любовь по отношению к нас обижающим. И второй момент, ты должен максимально постараться забыть эту обиду. То есть, когда она приходит тебе на ум, когда хочешь себя пожалеть, меняйте мысли на что угодно. Пробежитесь, съешьте пироженка, послушайте хорошую музыку, допишите в конце концов свою курсовую или дипломную работу. Отвлекитесь на что угодно, но не закапывайтесь в эти мысли, обиды на своего недруга. Можете почитать Псалтирь, особенно в переводе Юнгерова или в синодальном переводе. Крайне вам рекомендую, потому что ты тогда будешь понимать хотя бы, о чём речь шла. Там столько замечательных слов сказано по отношению к нашим врагам, что ты вроде бы как бы и зла им не желал, но ты читал Священное Писание, которое столько им всего хорошего пожелало, что тебе даже на сердце легче станет. Храни вас Господь и гради нас Господь от всех обидящих и ненавидящих нас силу чеснага и животворящего креста. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok